мы сегодня решили немножко разбавить мужскую нашу тему и пригласить тебя красивую замечательную милую всех отношениях девочку мы с тобой знакомы давно вот и когда выпала возможность кого-то взять собеседники не женщина вообще говорят непостижимое существо а тебя я знаю давно но при этом мне кажется иногда ощущение что не знаю поэтому мне бы сегодня хотелось тобой поговорить о кино конкретно твоих пристрастиях что-то любишь что-то не любишь что тебе нравится что не нравится и мы так волнулись уже от от такой ответственности да какая же ответственность боже сохрани нет все хорошо вот начнем мы как обычно самого простого что ты посмотрела последнее время что тебе понравилось очень зашла дюна так привет большого бутона очень классные истории мужской инициации эти все этапы ты унаследовал слишком большую силу доказал что можешь управлять собой пришло время научиться управлять другими я бы рекомендовала всем мамам мальчиков и всем женщинам которым интересно заглянуть на мужской берег что же там вообще такое на вашей планете происходит это вот прям дюна мне так кажется мне очень зашел бонд берем бонда это абсолютное такое произведение которое выстроено по всем законам кинематографа при этом там этому сколько у нас вышел первый бонд более полувека назад это уже 6 джеймс бонд и мы будем без спойлеров но это было очень красиво как дэнил крэйг сдал дела вот что для тебя интереснее что все таки в джеймсе бонде давай вот про джеймса бонда поговорим потому что мне он тоже зашел также к тебе просто на ура но если касается моих личных до впечатления мне очень понравилось там были все эти страны которых я не было на мечтаю побывать но вы не не вместе из италию кубу и норвегию то есть абсолютно разные локации совершенно ничего общего то есть когда была италия я поняла что это ну да наверное реально сам романтическое романтичное место на земле но одно из них это однозначно одно из куба это вообще-то знаешь моя мечта да что я знаю точно что она осуществится просто нет наверно оттягиваю момент то есть картинка однозначно это понятно совершенно роскошная а паула да и и она дарма себе влюбиться можно сразу совершенно верно роскошное платье с этим невероятным вырезом с двумя причем да с обеих сторон даже даже больше потому что там боковые вырезы тоже вот совершенно но я не что роскошные машины это если как бы люди это любят то есть они получат конечно же удовольствием от вот но здесь все картину понимаешь у даниила крэйга когда он дошел на дела по моему вот по моему по мужскому ощущению они попали в заложники с первым фильмом то есть когда они сделали перезапуск именно с казино рояль они сделали кино которое сейчас возглавляет все рейтинги вот из всех фильмов бонда они сняли абсолютный фильм и мы попали в заложники это вот как например режиссер делает дебют и он снимает свою лучшую работу после этого все неизбежно будет сравниваться вот и здесь они попали в эту историю не в эту пор не в пользу не в пользу да и как раз вот здесь выбор его грим на роль веспер все остальное получилось так что у них возникла та химия на экране при том я очень люблю казино рояль но ради сцены в душе где он приходит ее просто обнимает можно закрыть глаза на все на все безупречное там сложение все остальное меня по-мужски мальчика меня смотрю мужской боевик и меня это трогает прям вот до самых глубин потому что когда она сидит любой мужик в этот момент думает господи хочу быть даниилом крэйгом просто зайти в душ и обнять его грим нигде он обыгрывает матса миккельсона хотя там злодеи ты сама понимаешь там всегда что-то ах и здесь они будут попали именно заложник или сейду просто пошла прицепом от спектра где она вошла в предыдущую фирму поэтому как-то ну солнышко отнесись с пониманием там же целая история и при этом ты же понимаешь что бонд это все равно целый бренд вот мне всегда было интересно понимать почему девочка любит фильмы исключительно мужские единственный фильм который долгое время я пересматривала там из этом ряда в ряд или как это там из года в год до это одиннадцать друзей оушена и вся трилогия друзей оушена вот этот фильм я считаю просто эталонный ну я не знаю мужской он не мужской но это вот то что можно смотреть бесконечно это то что врезает там все прекрасно да они все прекрасны все что они говорят это прекрасно как они одеты прекрасно как они не говорят и это прекрасно регулярная армия это прекрасно но историю например сильные женщины тебя нравится больше конечно они варианты чужие где элен рипли допустим или терминатор сара коннор убить билла или эта история будет что-нибудь наподобие амилей мы суши не то ни другое на самом деле но вот я тебе в принципе перечислила то что то есть ты любишь вот реальную историю и биографические вещи где есть сложность выбора и сложность характеров где не там однозначно это плохо это хорошо там жизнь как ну как сказать практически не бывает ну да есть моменты есть конечно моменты где однозначно хорошо где наверно где да да нет нет но вот меня вот интересует именно как человек принимает те или иные решения насколько он с остается ли он человеком то есть на каких что у него происходит внутри как режиссер это может показать когда он принимает какой-то выбор это очень сложно глубоко копает два самых ожидаемых проекта вот на то что сейчас сказала как ни странно это вот посмотреть как кристиан стюарт вытащил принцессу диану и наши с тобой любимая не до армаз как она сыграет мерлин монро да я еще жду дом гучи на самом деле но дом гучи это все-таки ридли скотт это тяжеловес который снимают полотна разброса космического там от гладиатора да тут же он может снять хороший год который мы с тобой очень любим очень это прекрасная красивейший самый наверно недооцененная у него работа вот и а про достать ножи просто не упомянула что это вот как бы что такой кастинг безупречный кастинг хорошие истории прочее 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 и например те же 11 друзей уши но почему я просто пытаюсь как-то собрать все-таки зависит наверное от режиссера и от целого как-то называется чтобы звезды сошлись целый вариант и тогда может случиться вот та самая магия та химия за что мы любим кино если я приду к тебе и скажу юлечка есть замечательная работа называется ферзевый гамбит или ход королевы эта история девочки который прекрасно играть шахматы она идет немного и прочее прочее ты будешь его смотреть или все-таки отложишь ну ты же понимаешь таких предложений как бы ко мне поступает огромное количество конечно и я руководствуюсь только своими предпочтениями то есть я скажу спасибо марки меня будет время я посмотрю я как бы буду дипломатичной по отношению к тебе если ты мне так скажешь но шансов что я буду смотреть вообще вероятность близка актив практически к нулю шоу например секс большом городе я не смотрела ни одной серии секса большом городе сразу в красную книгу этого человека просто вот реально я знаю конечно этих персонажей там ну как не особо то есть вот даже сейчас у меня спросишь как их зовут даже я назову я не назову я знаю что там только сара джессика паркер но я смотрел фильм о секс большом городе есть фильм его посмотрела но то есть как бы понимание о чем речь урага в лицо до хорошем смысле но вот но опять же тут историю почему я не смотрю сериала все понятно вообще со мной невозможно об этом поговорить хорошо тогда возьмем какую-нибудь женскую историю например дневник бриджит джонс законченная история твое отношение к нему но это просто шки я у меня есть человек на вскидку 10 я назову своих одноклассник это курсница которые его просто обожают но я не могу сказать конечно я обожаю это кино это милый фильм но даже не фильма там целая история дам я понимаю почему она так заходит почему ну во первых давай прямо арены не самое симпатичное в этом фильме но это было сделано специально да да и это классно это все джерри макглайер и она просто красотка с лишним там весом вот это все это та история которая проживает каждая женщина в свою жизнь в разные периоды то есть все эти там борьба с лишним весом заедания планирование и ты не можешь с этим планированием ну не можете жить по этому плану сама себе написала сама расстроилась начало заедать запевать засматривать попадание в любовные отношения с красавчиком да и причем он еще и подлец это каждая женщина поверь мне проходила но просто опять же кто-то в 20 лет кто-то кто-то вообще живет в этих отношениях и не может из них выбраться осознавая что он подлец то ну они же как-то сняли кино наверное по жизни но наверное там какой-то там социальный эксперимент а там опрос провели значит таких дур как я не я одна есть она выдыхает легче мне кажется вот в этом а если еще залакировать стаканом какого-нибудь красного вообще будет его поэтому можно пересматривать так что вскоре я вновь встала на ноги готовая принять неистовую богиню внутри себя ну а если допустим взять историю отношений с подлецами да 50 оттенков серого не смотрела вообще интересно два раза тебя в красную книгу потому что ты же помнишь какой был сумасшедший бум по этой книге я пыталась честно тебе скажу но опять же суши я очень отношусь бережно к себе если я понимаю что мне не заходят и даже потому что там это культовая или там бум или об этом все говорят я не буду смотреть если там 5-10 минут если меня не цепляет я не буду смотреть то есть кристиан грей и прочего потому что его бум сумасшедший что но там правда немножко запредельная история потому что как-то отношения чуть-чуть за кадр которые не совсем как бы афишируется у меня не возникло внутреннего позыва и порыва посмотреть это кино то есть для тебя это вообще не с вами это неинтересно хорошо а скажи пожалуйста чего в современном кинематографе тебе как че как зрительница не хватает есть какие-то да 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 вот лично мне знаешь чего не хватает на мой взгляд вообще очень мало кино про зрелые отношения чувствуете как в воздухе сразу не хорошо запахло про такие отношения когда два самодостаточных зрелых человека мы понимаем что зрелся не равно возрасту а возраст не равно зрелости но обычно это все-таки люди но не молодые да то что там не даже не 30 и даже не 35 скорее всего очень мало такого кино все ненавидят кинокритиков скажи мне пожалуйста чтобы ты рекомендовала помимо из африки обязательным к просмотру вот прям не в смысле вот бросайте все бегите смотрите чтобы человек для себя решил слушай ну на самом деле это тоже все очень я давно уже ничего не люблю рекомендовать потому что понимаю насколько мы все очень разное это что и не то что даже мы разные даже период сейчас ты хочешь посмотреть одно да даже вот когда я у тебя в этом марк вот ты знаешь мое настроение посоветуй мне под это настроение кино да и даже там мы каждый день разные да ну я бы рекомендовала наверное всем мы же говорим про женскую аудиторию конечно хотя и мужскую я считаю что они тоже могут это и нужно посмотреть это документальный фильм женщина который вот сняли французский эколог и украинский режиссер 19-го года ты знаешь этот фильм да это всемирный проект где две тысячи женщин из 50 стран это шокирующая какой-то шикарный проект я ревел просто вообще честно скажу я ревел думаю господи вообще как оно могло пройти мы не меня почему я сразу не посмотрел однозначно конферен и знаешь но ты видишь да что там у меня не сильно рафинированные предпочтения ну да еще фильм второй который бы я рекомендовал тоже посмотреть это капернал не знаю что это вот фильм который меня очень сильно потряс и это фильм который мы так изнылись что мы к вишню что у нас все как-то не так в этой жизни понимаешь что мы какие-то очень несчастны что сказать несчастная страна вот этот пускай как не значит у нас наверное национальная особенность характеристик вот это вот чувствовать себя каким-то несчастными при такой масштабности нашей страны такой масштаб суши масштабным чем у нас story нет в мире согласен согласен то есть именно сочетание масштабности истории масштабности но самих ресурсов природы объема нет такой страны больше в мире ни одна страна ни с чем мы не можем сравниться америка история америки но это смешно там если мы возьмем и что там культуру там япония да она но глубокая но там закрытая страна которая то есть совсем другой путь и она маленькая они друг на дружке живут они умирают друг на дружке о чем говорить у них уже многоэтажные там давным-давно кладбище они похоронить человека не мог какой неудачный сюжетный поворот сюжетный поворот и там актеры все не актеры да они же их с улицы набрали ну да и все документально и ты живешь вот там вот там уж люди живут на острие жизни вот там уж у тебя выбор ежечасный спасибо тебе огромное что пришла мне было очень приятно с тобой пообщаться спасибо что рассказал о своих пристрастиях и позволил к этому немножко прикоснуться спасибо большое извини за эмоции но без эмоций нам никак спасибо что было честно откровенно и предельно открыто спасибо большое что пригласили для меня это наверное большая честь потому что но и такого новый опыт для меня никто никогда у меня кстати не спрашивал про кино и когда я готовилась на морально к этому я почему-то думал что в принципе со мной наверное не о чем поговорить здрасте ты что я же вообще не разбираюсь в этом практически у меня все на уровне чувствования вот но если это ценно то спасибо я очень рада мне приятно это бесценно спасибо тебе больше спасибо 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 спасибо